Если хочешь много знать и всего добиться, обязательно читать! Должен научиться! И в этом тебе поможет наш веселый алфавит! Здравствуйте, ребята! Меня зовут Александра Павловна Яковлева. И я предлагаю вам отправиться в волшебную страну Азбука. Ребята, к нам сегодня опять пришел Зайка. Он пропустил несколько занятий. Давайте расскажем ему, что мы за это время узнали. Есть звуки и буквы. Звуки мы слышим и произносим, а буквы мы видим и пишем. Звуки бывают гласными и согласными. Когда мы произносим гласные звуки, воздух выходит свободно, ему ничего не мешает. А когда мы произносим согласные звуки, свободно выходить воздуху мешают губы, зубы или язычок. Согласные звуки могут быть глухими. Когда мы их произносим, горлышко не работает. Например, х, с. А когда мы произносим звонкие согласные, то наше горлышко вибрирует, как м, м, м. Дотроньтесь ручкой до горлышка и произнесите м, м, м. Звук м у нас звонкий. А еще согласные звуки бывают твердыми. Приготовьте пальчики. М, х, с. А бывают мягкими. Молодцы! М, х, с. Ребята, давайте сейчас поиграем в игру чистоговорки-добавлялки. Я буду произносить фразу, а вы будете ее заканчивать. А потом мы все вместе будем произносить эту фразу целиком. Договорились? Ну тогда начинаем. На, 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 ночью светит нам... Правильно! Луна! Давайте повторим эту чистоговорку все вместе. На, 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 ночью светит нам луна. Молодцы! Следующая чистоговорка. Но, но, но распилили мы... Что распилили? Правильно! Бревно! А теперь все вместе скажем. Но, но, но распилили мы бревно. Молодцы! Молодцы! Следующая чистоговорка. Но, но, но мяч попал в мое... Конечно же, в окно! А теперь вместе скажем. Но, но, но мяч попал в мое окно. Умнички! И последняя чистоговорка. Ну, 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 поднырнул ты, под... Под что можно поднырнуть, когда плывешь? Конечно же, под волну! А теперь повторим все там вместе. Ну, 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 поднырнул ты, под волну. Умнички! Ребята, а какой звук мы слышали во всех этих словах? Послушайте внимательно. Лу-на. Бревно. Ок-но. Бол-на. Какой звук? Конечно же, звук Н. Давайте узнаем, какой он. Гласный или согласный. Произнесем. Н-н-н-н. Какой он? Конечно же, согласный. Ведь при произнесении звука Н. Воздуху свободно входить мешает язычок. Он куда останавливается? Правильно, за верхние зубки. Н-н-н. То есть звук Н согласный. А теперь давайте узнаем, он глухой или звонкий. Ручку приложите. Н-н-н. Горлышко работает? Конечно, работает. Значит, он еще и звонкий. А теперь скажите мне, он твердый или мягкий? Н-н-н. Конечно же, твердый. То есть получается, звук Н у нас согласный, звонкий и твердый. А у звука Н есть младший братьев. Звук Н. Давайте тоже проверим, какой он. Договорились? Н-н-н-н-н. Он какой? Глазный или согласный? Конечно же, согласный. Теперь язычок упирается в нижние зубки и закрывает воздуху выход. Поэтому он согласный. А он зубкий или глухой? Н-н-н-н. Да, он звонкий, горлышко работает. А он твердый или мягкий? Н-н-н-н-н-н. Конечно же, он мягкий. Молодцы, ребята. То есть звук Н у нас согласный, звонкий и мягкий. Ребята, у Зайки есть два грузовичка. Один грузовичок с синим кузовом. Он для звука Н. А второй грузовичок с зеленым кузовом. Он для звука Н. Так вот, Зайка нас просит разделить слова. Те, которые содержат в себе звук Н, мы положим в синий кузов. А те, которые звук Н, в зеленый. А еще нам нужно будет выяснить, где стоят звуки Н или Н в этих словах. Договорились? Ну тогда, первая картинка. Ма-ши-на. Где стоит звук и какой? В слове машина. Давайте проверим вначале, какой звук стоит. Ма-ши-на. Звук стоит твердый. А где он стоит? В начале, в середине или в конце? Конечно же, в середине. Ма-ши-на. Перед Н. И впереди, и сзади есть звуки другие. Молодцы! Куда мы отправим картинку машину? Конечно же, в синий кузов к звуку Н. Молодцы! Теперь следующая картинка. Клу-на. Где стоит звук в этом слове? Вначале, в середине или в конце? И какое? Конечно же, это звук Н опять. Лу-н-н-на. И где он стоит? Опять в середине. Молодцы! А куда мы его отправим? Да, к звуку Н. В синий грузовичок. Молодцы, ребята! Следующее слово. Нитки. Какой звук стоит в этом слове? Н или Н? Давайте еще раз произнесем. Нитки. Конечно же, там стоит звук Н. И где он стоит? В начале, в серединке или в конце? Давайте произнесем. Нитки. Да, он стоит в начале. И слово нитки мы отправим в зеленый кузов. К звуку Н. Нитки. Следующее слово. Конь. Посмотрите, это конь. Какой звук стоит в слове конь? Конечно же, звук Н. Нитки. 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 А где он стоит? Правильно, в конце. Конь. Умнички. В какой кузов мы отправим коня? Нитки. Конечно же, в зеленый к звуку Н. Еще слово. Земляника. Какой звук там стоит? Еще раз произнесем. Земляника. Какой звук стоит? Правильно, звук Н. Земляника. Умнички. А где стоит звук Н? Да, правильно, в середине. И в какой кузов пойдет слово земляника? Конечно же, в зеленый. Молодцы. И последнее слово. Любимое, любимое всеми. Конфета. Какой там звук стоит? Конфета. Конечно же, твердый Н. Кон-на-на-на-на-на-на-на-на-фета. Молодцы. А где стоит звук Н? В середине. Куда мы отправим эту картинку? Конечно же, в синий кузов. К звуку Н. Вы, большие молодцы, справились с таким сложным заданием. А сейчас, ребята, давайте сделаем пальчиковую гимнастику. На-то весело шагала, на-то слоги напевала. На-но-ну-ны-не. Еще раз. Ня-ньо-ню-ни-не. Молодцы! Ребята, звуки Н и Н живут в одном домике, в букве Н. Давайте узнаем, как она выглядит. Ножка, ножка, поперек наложили поясок. Вот это вот буква Н. Давайте напишем букву Н пальчиком в воздухе. Палочка, палочка и поясочек. Молодцы! Еще раз. Палочка, палочка и поясочек. Умнички! Скажите мне, пожалуйста, из скольки палочек состоит в букву 1? Конечно же, из трех. Одна, две, три. Давайте вначале ее напишем, а потом выложим из счетных палочек. Ребята, взяли карандашик или фломастер и написали палочка, палочка и поясочек. Посмотрите, какая буква Н у меня получилась. А теперь я попробую ее выложить из счетных палочек. Палочка, палочка и поясочек. Вот такая буква Н получилась у меня. А у вас какая получилась? Обязательно пришлите мне свои фотографии, как вы сделали букву Н. Ребята, а сейчас мы почитаем. Готовы? Хорошо. На Ну Ни Но Ан Ун Ин Он. Молодцы! А сейчас будем читать слоги из тех букв, которые мы уже знаем. АС. УС. ОС. СА. СУ. СО. АМ. УМ. ОМ. МА. МУ. МО. АХ. УХ. ОХ. ХА. ХУ. ХО. Молодцы, ребята! Итак, ребята, с какими звуками мы сегодня познакомились? Конечно же, со звуками НА и НЬ. Какой звук НА? Скажите мне. Да, звук НА согласный, звонкий и твёрдый. А какой звук его братец НЕ? Согласный, звонкий и мягкий. А в каком домике живут звуки НА и НЕ? Конечно же, в букве Н. Вы большие молодцы! Ну, а сейчас нам пора прощаться. Оставайтесь дома, занимайтесь с нами. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok